До мусорной площадки 100 верст не крюк. Решили в управляющей компании. В один прекрасный день контейнеры на привычном месте жильцы дома номер 25 по Кухомскому шоссе не обнаружили. С 92 года дом, вот считайте сколько, 25-26 год. И помойка была здесь у нас 26 лет, 25 с половиной. Вывозили эту помойку, было там заграждение, было там все, мы платили. У нас вообще вопросов никогда не возникало. И вдруг она пропала. Люди звонили, узнавали, оказалось помойка их была незаконной. Хоть оплачивалась жильцами ежемесячно и обслуживалась еженедельно компанией по вывозу мусора. Новое место сбора твердых коммунальных отходов теперь уже законное, в двух сотнях метров от прежнего. Объяснили так, что тут Рождественский проспект, помойка не должна стоять на Рождественском проспекте. И тут остановка 35 и 31 маршрута. Почему же они ее перенесли около детского сада? Он тоже идет Рождественский проспект. Та помойка тоже кажется как бы не на месте стоит с детским садом. Она не должна стоять, эта помойка. Мусорные баки по правилам должны располагаться на расстоянии не ближе 25 и не дальше 100 метров от дома. Формально все правильно, но эта многоэтажка имеет необычную форму. По сути это два дома. Они разделены в действительности, но на бумаге это один, 25 дом. От последних подъездов мусорка действительно в каких-то 50 метрах. Но вот от другой во всех трехстах. Не каждый чисто физически может дойти до нее. Али Васильевне 85. Мусор выносить нужно хотя бы раз в два дня. Но сил нет. Договорилась с соседкой, но нельзя же всегда рассчитывать на чужую доброту. Ну сейчас асфальт безусловно. Если палку я откладываю, меня ведет в сторону. Я на таблетках. Вот так. Так что палку я начала вот. Недавно взяла палку в руки. Потому что вот ничего делать. Все равно надо. Я не могу же всегда просить. В управляющую компанию со своей проблемой жильцы обращались уже не раз. Ответ получили неожиданный. По телефону управляющая компания сказала, хорошо, собирайте собрание, собирайте деньги и на свои деньги ставьте эту помойку. Платить за то, чтобы контейнерная площадка вернулась на прежнее место, жильцы не хотят. Ведь перевозили ее не они. Но невольно возникает вопрос, почему если доплатить, то размещение мусора на прежнем месте становится разрешенным. Хотя возможно дело управляющей компании. В ближайшее время жильцы собираются последовать ее совету и провести собрание. Но не для того, чтобы скинуться деньгами управляющей организации, а чтобы отказаться от ее услуг и организовать ТСЖ. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иванова.